1 июля в России памятная дата. День ветеранов боевых действий. Это дань уважения и памяти всем военнослужащим, которые в разные периоды отечественной истории вставали на защиту нашей Родины, обеспечивали безопасность граждан, выполняли задачи, отстаивающие государственные интересы. В Усть-Жигуте состоялось мероприятие, посвященное этой дате. Алла Качиева подробнее. День ветеранов боевых действий позволяет ещё раз вспомнить о подвиге, совершённом в разные годы при выполнении государственных задач. Несмотря на то, что праздник пока не носит официального статуса, ветераны боевых действий, выполнявшие служебные боевые задачи на Северном Кавказе, в Афганистане, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее и других странах традиционно собираются в этот день вместе, чтобы вспомнить своих боевых товарищей. Мы это делаем, чтобы тех ребят, которые погибли на всех фронтах, в локальных конфликтах, чтобы о них помнили, чтили и знали, что они погибли за независимость и интересы нашей страны. Традиционно в Усть-Жигуте собравшиеся у мемориала «Вечный огонь» почтили память погибших, возложили цветы. Было отмечено, что сегодня ратные традиции отечественной армии достойно и мужественно выполняют наши российские военнослужащие. На мой взгляд, этот день в истории нашей страны очень значим. Мы гордимся защитниками Отечества, ветеранами боевых действий разных эпох и времен. Мы равняемся на них, мы благодарны им за мирное небо, за сегодняшний день нашей страны. Ну а сегодня этот день приобретает особую значимость, потому что идет специальная военная операция, в которой и сегодня принимают участие наши соотечественники, вся страна. Мы боремся за право жить, за будущее нашей страны, за мирное небо наших детей, за счастливую родину, за безоблачное детство и мир на всей земле. И сегодня задача – помнить о подвигах ветеранов боевых действий, чтобы их патриотизм и мужество были достойным примером для подрастающего поколения. Доблесть, мужество и любовь к своей стране – вот что объединяет защитников Отечества всех поколений. Именно такими качествами обладал и 37-летний Ибрагим Умаров из аула Эль-Таркач, погибший в зоне СВО. Мой брат, хоть был младше меня, я всегда равнялся к нему. Был добрым, гордым, справедливым. Всегда защищал младших. Всегда уважал старших. На митинге старшему брату Роберту вручили медаль «Семье погибшего героя» от Союза афганцев. Носители статуса ветерана боевых действий могут претендовать на особую помощь от государства. Об этом рассказал прибывший на памятное мероприятие руководитель Карачева-Черкесского филиала Российского государственного фонда поддержки «Защитники Отечества» Марата Базалиев. У нас во всех районах есть координаторы социальные, во всех. В Джигутеях четверо, в Черкесске шесть, в Зеленчуке четыре, в Урупе один, в Малом Карачее один, в Хабезе один, в Адыгехавльском, Ногайском тоже по одному. Это и по населению, и по числу призывников, и участников СВО. К нам они тоже могут обращаться в любое время. Мы работаем с девяти до шести, перерыв с двенадцати до часу. Адрес у нас Гагарина, 24 в городе Черкесске. Алла Качиева, Олег Малхожев, Вести Карачева-Черкесия, Узжигута.